О значимости врачей сказано уже много. Их лица мы видим с самого рождения, к ним за помощью обращаемся на протяжении всей жизни. Сегодня в Чите подвели итоги первого краевого конкурса «Лучший врач года» Забайкальского края. Строгое жюри оценивало претендентов в шести номинациях. О своем вкладе в развитие профессии, в своих работах рассказали порядка 30 медиков. Одной из победителей среди врачей-терапевтов стала Оксана Давлетшина, заведующая отделением неврологии краевой клинической больницы. Она говорит, что пошла на конкурс, чтобы коллеги услышали и поддержали ее идеи. Группа поддержки у Оксаны Валерьевны на этом конкурсе всем на зависть. Хотя в работе, увы, без критики не бывает. Есть жалобы обоснованные, есть, конечно, необоснованные. Я считаю, что большинство жалоб необоснованных. Да, проблема в крае в том, что люди не могут попасть на прием к неврологу, к поликлинике города, потому что их минимальное количество осталось специалистов. Но я считаю, профессия врача все-таки надо ее поднимать, наверное, в рамках нашего края. Самая главная победа в номинации «За верность профессии» досталась Тамаре Дмитриевне Шумовой, доктору-токсикологу городской клинической больницы, и Анатолию Егоровичу Пажетнову, врачу-анестезиологу краевой детской больницы. Он говорит, врачи всегда были и будут нужны. А уровень подготовки наших докторов высоко оценивают и в других городах – в Краснодаре, Сочи, Крыму и Москве. Она была престижна во все времена, она престижна и сейчас. Другое дело, что люди уезжают, но это уж другой вопрос совершенно, не в плане престижа. Они уезжают не от того, что здесь работать не престижно, здесь работать очень престижно. Здесь очень отзывчивые пациенты. Если была достойная заработная плата, отсюда бы никто не уехал. Организаторы заверили, что конкурс будет объявлен и в следующем году. Валерия Кошнина, Константин Васильев, ЗАПТ-ТВ